Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич. Он является священнослужителем. Он также является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас. Здравствуйте. Сегодня мы с вами пообщаемся о новостях. В частности, о плохих новостях. Мне кажется, это уже становится эпидемией нашего общества, потому что, как не включишь телевизор, там что-то взорвалось, там что-то, кого-то убили, там опять какая-то катастрофа. И это начинает просто уже угнетать. Нельзя ли что-то с этим сделать? Может быть, закон какой принять, изменить эти новости? Я думаю, что с этим ничего не сделаешь. Почему? Потому что современное телевидение, да и другие источники средств массовой информации, интернет, печатные источники, они зарабатывают деньги, в прямом смысле этого слова, на свои продукции и, в частности, на новостях. А новости, отрицательные, негативные новости привлекают внимание многих людей, к сожалению, хотим мы того или нет. И таким образом, плохие новости становятся способом для зарабатывания средствами массовой информации денег. Запретить невозможно, потому что в нашей стране, как и в других странах мирового сообщества, существует законодательно закрепленное понятие свобода совести, свобода информации, свобода слова. И поэтому государство не может регулировать эти вопросы путем запрета. Интересно тогда получается. То есть, если мы оставляем вот такую полную свободу человека, мы видим, что человек выбирает эти плохие новости, даже если ему дать полную свободу. И мы видим, что человек деградирует таким образом. Ведь это действительно влияет на человека. Разве мы не можем сказать, изобретить это не на основании того, что мы свободу слова сокращаем, а на основании того вреда, который приносят эти новости. Мы же заставляем людей пристегиваться в автомобилях просто потому, что это безопасно. Здесь проблема заключается в том, что очень трудно показать причину и следствие. Какие-то плохие новости вышли, например, и тут сразу вред наступает. Такого же не бывает. То есть, вред от плохих новостей наступает не сразу. Потому что плохие новости, они формируют постепенно, с течением времени, формируют мышление зрителей, тех, кто смотрит или читает их. Это происходит с течением времени. То есть, очень трудно проследить эту четкую такую взаимосвязь. И поэтому это трудно будет решить на законодательном уровне. То есть, у нас получается юридическая проблема. То есть, все знают о том, что это влияет негативно. Но никто сделать ничего не может. Да, но юридически это доказать очень сложно и решить это очень сложно на законодательном уровне. На мой взгляд, здесь единственная возможность решения этой проблемы – формировать отношение людей к этим новостям, чтобы каждый человек мог фильтровать эти новости в своем мышлении. Понимаете, чтобы у человека был фильтр некий. То есть, когда люди уже напичканы этими новостями, теперь мы говорим, ну теперь сами включайте, когда я уже не в состоянии. То есть, как фильтровать? Идешь по улице – вот тебе новости. Отключил телевизор – вот тебе новости. Открыл фильм – пожалуйста, там или запустил фильм – пожалуйста, там тебе опять. То есть, насилие и агрессии – вот это все, это просто этим весь мир напичкан. Что у меня тогда останется, если я буду фильтровать это? Да, но мы можем говорить о том, к чему должно быть прикованное внимание человека. Вот как раз Священное Писание, я как пастор учу своих прихожан, тех, кому я проповедую, учу внимательно относиться к новостям и выбирать те новости, которые не являются, как вы говорите, плохими. Говорят о чем-то добрым, хорошем. Я вот хотел бы прочитать в связи с этим совет, который записан в послании к филиппийцам апостолом Павлом. Он очень хорошо здесь пишет, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Наконец, братья мои, пишет он, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляете. То есть нам необходимо изменить наше мышление. И поменьше нам смотреть плохие новости, а побольше думать о добром, побольше внимания уделять чтению священного писания, литературы. У нас очень мало сейчас люди стали читать, в основном смотрят через гаджеты, да, или в интернете сидят, особенно молодежь. И вот здесь как раз священное писание дает такой добрый совет, что нужно нам переключить наше внимание с плохих новостей на новости добрые, с плохой литературы, то есть с плохих источников информации на хорошие, на добрые, на литературу, классику. У нас же ведь в России очень много известнейших писателей, Достоевский, Толстой, Чехов, Пушкин, тут всемирно известные. А мы их сами не читаем. У нас с этим тоже, я бы сказал, не все так хорошо, как хотелось бы. Вот мы говорим про классиков, и вы упомянули о молодежи, которые не хочут читать в принципе. А что им читать? У них выбор не особо. У них либо классик 200-летней давности, который пишет фактически на непонятном им языке, либо у них такой же вариант детективов и романов современных. Вы сказали об известных писателях, они скорее вспомнят современных писателей, тех, которые пестрят просто на полочках. Там, пожалуйста, романы женские и что-нибудь из другой серии, мужской вариант. И это же тоже ничего хорошего. Где современная классика, скажем так? Та полезная литература, но выпущенная сегодня, написанная на понятном для молодежи языке, который будет формировать в них хорошее сознание. Раз уж новость этим не занимается. Вы знаете, к сожалению, я тоже на этот вопрос не могу вам дать ответа, потому что я вижу эту проблему в погоне за наживой, в общем-то и писатели следуют. То есть они пишут произведения для того, чтобы заработать деньги на продажах журналов, литературы, своих произведений. И, конечно, с этой точки зрения, что у нас образуется вакуум для молодежи, им нечего читать и нечего смотреть порой. Но все же есть телеканалы, в частности, ваш телеканал, где мы сейчас ведем запись, другие телеканалы, христианские, не только христианские, есть каналы, которые делают мусульмане, представители, может быть, других конфессий, где учат добру, и эти телеканалы как раз я и рекомендую смотреть, если мы говорим о телевидении больше. Потом на нашем телевидении тоже есть передачи разные. Есть некоторые передачи, которые рассказывают о людях, совершивших какой-то духовный, нравственный, моральный подвиг. Может быть, это в буквальном смысле подвиг ради спасения людей, они какой-то совершили, спасли кого-то. Такие передачи тоже появляются сейчас на нашем телевидении. И мы можем делать, выбирать. То есть не все так плохо. Есть канал «Культура», например, который я часто смотрю, и там очень много интересных передач с интересными людьми, для молодежи в том числе они стараются это делать. То есть выбор определенный все-таки есть. Так нельзя сказать, что все плохо у нас. Ну, выбор-то понятно, что есть всегда. Только получается, чтобы найти что-то хорошее, приходится так глубоко копаться, чтобы где-то среди сотен этих каналов выбрать тот один, который действительно показывает что-то полезное. Среди сотен новостей услышать ту одну новость, которая действительно добрая. А с другой стороны, мы можем сказать так, а как мне быть? Хорошо, я перестану смотреть те новости, которые мне будут показывать о насилии. А останутся ли у меня вообще тогда новости? Мне тогда просто можно новостной канал выключить. Потому что я лично не встречал еще каналов, которые показывают действительно хорошие новости, и при этом актуальные. Да, есть передачи, чуть ли не с одноименным названием, да, хорошие новости. Но они показывают там такие отрешенные от жизненных проблем вещи, что мне от этих новостей ни холодно, ни жарко. То есть, ну, я посмотрел, ну, я порадовался, и все. То есть, и они мне ничего не дали. То есть, я информации никакой из них полезной не почерпнул. Ну, видите, здесь нельзя впадать в другую крайность. Полностью человеку изолировать, или человеку самоизолироваться, да, от любых новостей. Это другая крайность. Потому что если мы не будем знать, что происходит в этом мире, в нашем обществе, то мы не будем ориентироваться, где мы находимся, да. Ведь новости, даже плохие новости, они могут нас от чего-то и предостеречь. Если мы видим, что есть какая-то террористическая угроза, мы будем, к примеру, более внимательно к нашим соседям или к тем предметам, которые нас окружают. То есть, в этом мы можем положительно найти. Если мы знаем, что растет преступность, мы будем аккуратно знать время, когда выходить на улицу и наших детей выпускать на улицу. То есть, они будут нас как-то предостерегать. С другой стороны, если мы увидели по новостям какая-то беда произошла, может быть, там, наводнение или пожары, или там, военные конфликты, это побуждает нас пожертвовать тем людям, которые пострадали. Поэтому полностью новостей мы не исключили. Опять же, вопрос подачи новостей. Потому что одну и ту же самую новость. Вот вы правильно сказали, вот есть, был там пожар, наводнение, можно подать эту новость и сказать, вот в таком-то регионе произошло бедствие. Вот, пожалуйста, есть государственный или благотворительный фонд, который готов в этом бедствии принимать участие, чтобы помочь. И призыв к обществу, чтобы помогали. Но у нас же что получается? У нас из каждого бедствия делается шоу. Самое, что ни на есть, вот шоу. То есть, вот там все. И чем больше трупов покажут, чем больше исковерканных зданий, автомобилей и всего остального покажут, тем выше рейтинг получается. То есть, банальная погоня за наживой. Правильно, но эту проблему надо решать не путем запрета, а путем формирования у людей отношения к этим новостям. Вот я просто вспоминаю... А может быть, путем формирования у людей, которые стоят за новостями, отношения к этим новостям? Потому что как мы сформируем общество, когда эти новости общество формирует? Может быть, нам решать источник проблемы, а не пытаться бороться с симптомами? Я думаю, что журналисты, работники средств массовой информации, они являются частью нашего общества. И, конечно, если мы будем в обществе продвигать духовные ценности, моральные, нравственные ценности, то это будет влиять, конечно же, и на работников, на журналистов, телеведущих. Но они являются частью общества, они являются еще и рабами этого общества. Они являются рабами общества. Но они являются... И он вынужден писать о том, о чем ему скажут. Да, это будет оказывать на них влияние. И есть журналисты, которые действительно в своей жизни являются и верующими людьми, и нравственными людьми, и, соответственно, они и передачи стараются делать подобные. То есть есть такие журналисты, не все так плохо. Но, опять же, еще раз говорю, что вопрос таким образом, ну, запретительным образом, запретить журналистам делать какие-то новости, не решить, это невозможно. Но, опять же, почему запретить? Нельзя ли, допустим, регулировать? Регулировать. Показал ты... Пожалуйста, ты обязан показывать то, что происходит. В обществе, увы, ах, но происходит все то, что мы видим. То есть все эти новости и катаклизмы, которые нам показывают, это же не выдумано ничего, это все реальность. Безусловно. Но просто показывая это, как-то это комментировать правильно, то есть показал ты плохую новость, покажи решение, или намек на решение, или намек на помощь, но этого нет, это можно решить. Здесь существует другая опасность, потому что если кто-то будет регулировать, что смотреть, а что не смотреть людям, то тем самым через средства массовой информации появляется возможность у какой-то одной личности или группы людей, да, или политической партии, манипулировать как бы сознанием и мнением. Ну, так оно уже есть. Оно есть. Кошелек манипулирует всем этим. Так а неужели это лучше? Это тоже своего рода манипуляция. Поэтому еще раз, вот моя точка зрения, что проблему мы можем решить только через формирование правильного отношения к средствам массовой информации, вообще к информации со стороны самого человека. Потому что до конца человеку никто не укажет, что ему смотреть, а что ему не смотреть, он сам должен сделать свой выбор, да? Вот. И я думаю, что если мы будем внимания уделять больше чтению духовных книг, прежде всего, священного писания, а потом тех книг, которые раскрывают ценности священного писания, в том числе и классику, если современные писатели это делают, то и современных писателей, если мы будем фокусировать свое внимание на духовных ценностях, то, естественно, это поможет нам сделать выбор, когда мы следим за информацией в окружающем мире, что нам смотреть, а что нам не смотреть. То есть Библия и духовные ценности в ней содержащиеся, они становятся для нас своего рода маяком, понимаете, такие, которые позволяют нам держаться верного направления и как бы отсеивать, это такой фильтр своего рода, да, позволяющий отсеивать негативную информацию, приносящую нам вред и формирующую в нас там агрессию и другие какие-то качества негативные. Здесь появится вопрос еще критической массы. То есть если мы, условно говоря, мы читаем духовную литературу, но мы также не можем закрыться от тех же самых новостей. Безусловно. И чего больше? Когда агрессии и негатива в нас вливают, фактически помимо нашей воли, потому что невозможно не смотреть, мы же сказали, что за твойником ты быть не можешь, это ненормально в нашем обществе, а открываешься смотреть и все, и наполнился негативом. Но только этого негатива столько. Сколько мне тогда нужно, получается, Библии читать или сколько нужно духовной литературой читать, чтобы это хоть как-то погасить, чтобы это сбалансировать в себе, внутри, самом? Ну, я считаю, что нужно каждый день уделять внимание духовной литературе. Хотя бы полчаса в день, да, если люди заняты, ну, нужно обязательно прочитывать духовную литературу утром или вечером, желательно, конечно, с утра, потому что это помогает нам настроиться. Я читаю Библию с утра, это помогает мне настроиться на весь день. Вот. И, конечно же, если мы не будем читать ежедневно духовную литературу, то мы очень быстро растворимся в этом потоке информации и потеряем этот ориентир, да, о котором я говорю. Поэтому мой такой совет, вот, прежде всего, стараться каждый день. Как вот мы пищу принимаем каждый день, так и духовную пищу. Если мы не будем принимать день, другую пищу, буквальную, да, то наша сила ослабеет, наш организм ослабеет, и мы заболеем. То же самое и в вопросах духовных. Не принимая духовную пищу, наша сила духовная ослабевает, мы тонем в потоке этой информации, и уже не мы формируем окружающий мир вокруг себя, а информация, средства массовой информации нас формирует, нами манипулирует. Благодарю вас, Олег Юрьевич. Благодарю вас, дорогие друзья, что вы оставались с нами все это время. Вы слышали рецепт, как выжить в этом информационном мире. Нужно пополнять себя духовной информацией и делать это, заправляться этим ежедневно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова